Следующий спикер Антон Кравченко. Скоро выходит к нему биржу, где он является СЕО, Ксена Экччинь. И скажите подробнее о его практике, по твоим взгляде, значит, стоит. А вот, Пацаны, что у вас есть? Давайте я сейчас свой этап. Раз, раз. И еще раз. Здравствуйте, ребята. Я знаю, все уже устали. Я постараюсь уложиться минут за 8. И давайте поговорим о том, как деньги зарабатывать, потому что все это очень здорово. Если кому интересно, как конкретно вложить сейчас деньги в токены, у вас есть буквально 8 минут, которые вы можете понравить с пользой сейчас. Значит, я работал в нескольких инвестиционных банках международных. И многие банкиры сейчас идут на рынок криптовалют. Они идут с более профессиональным видением, как это должно быть устроено. Чем я хочу с вами поделиться? Я хочу с вами поделиться пониманием того, как сейчас зарабатывать на ICO, почему много скам-проектов, как отличать одни проекты от других и как это сделать. Незиконний секрет, что там биткоин растет. Это такой довольно легкий трейд. Вы можете открыть биткоин, купить его, заработать немножко на росте. Сейчас он упал. Все постоянно смит рубят о том, что биткоин растет, биткоин падает. Боже мой, что случилось. Посмотрите на то, как сейчас зарабатывают крупные международные инвесторы и международные инвестиционные фонды. Финансовая сфера инвестиций почти не изменилась за последние 20 лет. Как были созданы акции, облигации и же с ними. Так до сих пор мы в этом и живем. Газпром, Лукойл, все компании – это не исключение. Все хотят выпускать свои акции, привлекают деньги с помощью облигаций, используют разные финансовые инструменты. Но рынок, который был создан 20 лет назад, который вы видели в фильмах, он почти не поменялся. Не было никаких новых нововведений, кроме развития венчурного бизнеса. Нововведение последних 10 лет в 200-й сфере – это развитие венчурного бизнеса, технологических компаний, которые позволяют быстро расти и приносить доходы своим инвесторам. Долгое время только профессиональные фонды и крупные могли бы в это инвестировать. Почему? Потому что очень сложно оценить потенциал компаний, если вы не знаете их доходов. Вы не знаете кэш-клоу, вы не видите ничего в этом проекте. Вы видите только какую-то идею и какую-то команду. Вопрос – верите в это, вы не верите. Очень долго крупные инвесторы, профессиональные, миллионы долларов, сотни миллионов долларов, собирались в фонды и покупали доли в компаниях. Довольно крупные. Был создан венчурный рынок, правила финансирования – раунд A, раунд B, раунд C, SID, SID и так далее. К сожалению, в России венчурный рынок почти мерзлый. У нас в России вы почти не найдете венчурного финансиста. Когда при этом, если вы приедете в Калифорнию, то каждый второй банкер, который занимается инвестициями, он разбирается венчурных инвестициях. Потому что это высокорискованные доходные инвестиции, которые при должном уровне профессиональной подготовки дают более высокую доходность, чем стандартные инвестиции. Немножко о том, что такое стандартная доходность и стандартность. Стандартная доходность, которую можно получать на рынке США – около 10% годовых. Это часто устраивает очень многим кассет-менеджерам и так далее. Хорошая доходность. Венчурные инвестиции при определенной доле везения и профессионализма приносят гораздо более высокие доходы. И теперь немножко про крипту. Вот крипта, в том виде, в котором она сейчас создана, это самая новая передовая часть финансового рынка. То есть способность инвестировать в токены – это способность использовать события, которые исходят из категории черного лебедя. То есть есть черный лебедь, который написал на Синталек. То есть это событие, которое невозможно прогнозировать. Это событие настолько маловероятное, что мы не можем оценить вероятность. То есть в чем проблема? Что события, которые случаются довольно редко, и должны случаться еще реже. Они происходят на самом деле довольно часто из-за того, что очень многие факторы взаимосвязаны. То есть движение доллара рубля с 30 на 60, падение нефти с 80-ти до 40 и так далее и так далее. Если вы с точки зрения математики посмотрите на эти события, то эти события имеют шанс произойти один раз в 300 лет. При этом они происходят чаще, чем обычно. Так вот, есть обратная сторона медали. Чаще, чем обычно, маленькие компании преуспевают. Чаще, чем обычно, здоровые команды профессиональные строят продукт, который закладывает свою долю на рынке. И если раньше венчурные инвестиции были неликвидными, вы не могли их купить, то сейчас вы можете приехать в конкретно компанию, посмотреть на эту компанию, посмотреть на эти криптовалюты, приобрести эти криптовалюты. Чего я призываю теперь делать? Очень хорошая идея зарегистрироваться на криптобиржах, у которых есть как можно большее количество токенов. Посмотрите внимательно на команды, как вам уже правильно сказали мои предыдущие ораторы. Посмотрите внимательно на то, какие люди стоят за проектом. Если за проектом стоят люди с хорошими регалиями, работающие в топовых корпорациях сегмента проектов, в которых они развиваются, то, скорее всего, у вас получится заработать на инвестиции в них. У вас раньше не было возможности купить неликвидную часть бизнеса, и вам бы никто не дал зайти в нее. Даже если бы мы собрали миллион долларов, не смогли бы зайти в бизнес, который на вечерном рынке финансируется на сайте Раунда А. Вам никто не даст это сделать. То есть, если команда даже ищет деньги, вот это для российской реальности это просто очень странно понять. Если команда даже ищет, скажем, 3 миллиона долларов в бизнес, вы придете к ней и скажете, у меня есть миллион долларов, она у вас их не возьмет. Ни один нормальный проект деньги из России просто не возьмет. Почему? Потому что ему предлагают хорошим проектом в Америке, предлагают деньги такие крутые фонды инвестиционные, которые дадут не просто деньги, они дадут еще экспертизу, контакты, связи, синергию, дополнительные проекты и дополнительных клиентов. Зачем ему брать деньги у вас, если они могут взять деньги в Америке, если они достаточно крутые для этого, чтобы при этом получить набор огромного количества дополнительных факторов, которые будут развивать проект. В криптовалюте немного по-другому. Изучая команду, изучая проект детально, вы можете заходить в эти проекты на 100-200 тысяч долларов и при этом зарабатывать на росте этого проекта. Поэтому я призываю, вместо токенов в портфеле современного инвестора это обязательная часть. Доля токенов в вашем высоком портфеле не должна превышать 5% от ваших инвесторных средств. Потому что, скажем, половина денег у вас должна быть инвестирована в облигации. Я не знаю ваш возраст, поэтому чем вы моложе, тем более должны быть открыты к риску. Скажем, для человека молодого возраста 30 лет это может быть более рубитных, а не иметь там 10-15% в токенах в вечерах в инвестициях. Для более зрелого, чуть поменьше, я призываю просто инвестировать проект и действительно открывать для себя токены, адаптировать 10% в портфеле токены и изучать детально проекты. Может быть даже приезжать не в гости. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо всем.